Всем привет! Хочу показать мой проект УЗВ для выращивания австралийского рака. Данная модель сделана как пробная, а окончательная будет отличаться, поскольку планирую делать в несколько этажей. Наше помещение около двух метров и по моим прикидкам можно сделать два или три этажа, чтобы можно было комфортно обслуживать бассейн. Перейдем к самому проекту. В целом он будет выглядеть приблизительно вот так. Вот это емкость, где будут жить раки. После нее идет самп. От сампа вода выкачивается в биофильтр и с биофильтра попадает очищенная обратно в УЗВ. Это воздушный компрессор, который будет качать воздух и в биофильтр и в УЗВ. Длина этой емкости 8 метров, а ширина 2,5 метра и высота 25 сантиметров. Ее площадь составляет 20 квадратных метров. Изготавливать ее будем с бруса и листов ОСБ, хотя возможно подсчитаем стоимость и поменяем на что-то более дешевое. А сверху застелим ее пленкой для прудов 500-кой. Площадь бассейна составляет 20 квадратных метров, а его объем 4 куба. При заполненности бассейна глубиной 20 сантиметров. Для раков глубина особой роли не играет, поэтому делать его глубже смысла нет. Планируется плотность посадки 50 раков на 1 квадратный метр. Посередине хочу поставить перегородку, чтобы держать отдельно самок и самцов. При такой плотности в бассейне будут жить тысячи австралийских раков. Если все пойдет максимально хорошо, можно будет получить раков навеской 100 грамм в возрасте до 8 месяцев. А летом уже посмотрим, что получится на самом деле и какая плотность будет оптимальной. Даже если получится вырастить раков средней навеской 60 грамм, это будет успехом и можно будет думать об увеличении масштабов. Потому что наш речной рак навеской 60 грамм уже считается крупным, а навеской в 100 грамм нужно еще поискать. А австралиец стабильно вырастает до 180 грамм за 1-1,5 года, если говорить о самцах. Самки вырастают раза в 2 меньше. Конечно, еще нужно будет посмотреть, сколько люди готовы платить за такого рака. Но судя по информации с интернета, он стоит раза в 2, а то и 3 дороже своего речного собрата. Кстати, и кого интересует вопрос, почему я решил выращивать австралийского рака, а не креветку розенберга? Отвечу так. Рака вырастет до товарного веса на небольшой площади будет проще, чем креветку. Да и в целом, креветку нужно выращивать либо в прудах, либо на огромных объемах. Как это делают в южных странах, а на моих 20 квадратных метрах ее можно вырастить чисто покушать для себя и не более того. А рака я все-таки планирую получить хотя бы 40 килограмм, а лучше 60 или 80. Так, все, закатываю в губу и продолжаю рассказывать про УЗВ. Следующий узел это биофильтр. Он будет сделан из 200 литровой бочки и наполнен плавающей биозагрузкой. Он будет находиться на одном уровне с бассейном и всю систему будет прокачивать один погружной насос с производительностью 6000 литров в час. Такой производительности будет с запасом на такой объем для выращивания рака либо креветки, поскольку плотность посадки обитателей достаточно низкая. Для биофильтра используем бочку 200 литров, а биозагрузки около 80 литров. Этого будет достаточно даже при условии, что средняя навеска наших раков будет около 100 грамм, то есть с неплохим запасом. С биофильтра будет выходить канализационная труба диаметром 100 миллиметров и проходить в самый конец УЗВ, чтобы вода не застаивалась. В нижней части бассейна будет установлена труба, через которую будет перетекать вода в отстойник, в котором будут находиться листы поролона, чтобы крупные частицы фекалий задерживались и оседали на дно, а не перебивались в пыль насосом. Помпа будет находиться в отстойнике, а от нее будет идти труба с двумя кранами. Чтобы при сливе воды было достаточно перекрыть один кран и открыть сливной кран для подмены воды. Если получится провести обогрев, он будет находиться либо в самом биофильтре, либо в отстойнике. Но обогрев еще под вопросом, поскольку электроэнергии будет сжирать немерено, а провести газ не так-то просто. Но этот вопрос мы решим, когда закончим постройку. Переходим к компрессору, который будет качать воздух в наш биофильтр и бассейн. Компрессор служит не только для того, чтобы насыщать воду кислородом для жизни наших раков, но и бактерии, которые перерабатывают опасный аммиак в безопасный NO3, тоже используют кислород. И его количество в воде должно соответствовать нагрузке на биофильтр. Я буду использовать поршневой компрессор RESUN ACO006. Его производительность будет достаточно для нормальной работы биофильтра и хватит для насыщения воздуха в бассейне. От него будет идти два ответвления с кранами для регулировки подачи воздуха. Иначе весь воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления и биофильтр останется без аэрации. На случай отключения электричества нужно сделать аварийное питание для компрессора. Если брать дешевый бесперебойник, он не сможет работать с помпой и поршневым компрессором. Поэтому нужно вставить дополнительный небольшой мембранный компрессор для аквариума. Они работают с любой синусоидой и хватит бесперебойника на один слабый компрессор на дольше, чем на все оборудование. Поэтому не думаю, что стоит переобретать более дорогой бесперебойник с правильной синусоидой, который сможет поддерживать работу всего оборудования. У меня бесперебойник стоит и в инкубаторе, и в бассейне. Без воздуха раки сдохнут гораздо быстрее, чем без фильтрации. А даже слабенького компрессора хватит для поддержания жизни. Еще можно поставить в центре бассейна ящики, на которые раки смогут вылазить и дышать атмосферным воздухом в случае экстренной ситуации. К тому же раки будут не против и просто так вылезти и посидеть на суше, и полюбоваться звездами. Они часто перелазят в бассейне через сетку, хотя причину таким действиям я не нашел, разве что в природе они выходят на сушу, чтобы раздобыть пищу. Ультрафиолетовый стерилизатор. Для крупных проектов это практически обязательный узел, но для наших небольших объемов я считаю это будет излишеством. Конечно можно без проблем врезать в систему ультрафиолетовую лампу, но при правильной работе УЗВ и так не должно быть вредных микроорганизмов. Проблемы с ними начинаются при перекармливании гидробионтов или при слабой фильтрации, когда вода начинает портиться. Поэтому у нас данного узла не будет. Кормовая база. Я не подсчитывал сколько корма должно уйти на кормление раков, поскольку планирую использовать частично осетровый корм, частично черноморскую креветку и различные крупы и овощи, поскольку раки хорошо поедают растительную пищу. Думаю у каждого корма будет уходить третья часть и как раз получится сбалансированное питание для хорошего роста австралийского рака. Для начала возьму 15 кг осетрового корма и 15 кг черноморской креветки и посмотрим какой будет прирост в весе и на сколько хватит корма. В принципе я рассказал все что хотел про будущее строительство. Процесс постройки можно будет увидеть уже в скором времени, так что подписывайтесь на канал, пишите свои замечания или идеи по улучшению проекта. Также под видео будут мои контакты и после того как я испробую свою систему в деле, могу сделать проект небольшого УЗВ под заказ со всеми расчетами. На этом все, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»